продолжим давайте вот здесь вот те выбранные категории выведем эту категорию а для этого вот здесь вот выбранная категория поставим сделаем вставку PHP и передадим вот эту переменную название категорию название категория переменная name cat так ну ее еще можно подсветить в тегах span пропишем стиль стиль color color и выберем цвет красный точка запятой так категория здесь у нас подсвечивается так а теперь займемся формой выбранная категория это нам пойдет далее мы введем выбрал и тут напишем изменить категорию изменить категорию изменить категорию здесь мы пропишем изменить выбранный товар товар и сюда вставим текстовое поле зададим столбцов столбцов 40 а строк 5 и еще что нам надо нам нужно подумать что надо изменить возможно придется изменить цену поэтому пишем вы был здесь изменить цену цену точка копейки копейки вводить вводить через точку и сюда мы вставим текстовое сюда мы вставим текстовое поле это была область текста это текстовое поле окей окей бр бр так здесь будет name cut таки оставим здесь будет name good название поле name name good good здесь мы вставим price good название соответствующие записи в базе данных good так сохраняем посмотрим что мы получили изменить категорию изменить выбранный товар изменить цену копейки вводить через точку изменить изменить цену так а теперь нам во все эти поля необходимо подставить значение дело в том что мы вот видите передали параметр параметр через get id good давайте сделаем его переменной переменная id id good и присвоим ему переданный параметр из из get id id good good и вот давайте посмотрим товару для этого опять же уже используем запрос вот вот это сразу копируем 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 вставим выбрать все из таблицы good в id good good равно переменной 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 id good то есть выбираем непосредственно товар и запускаем наш цикл для этого пропишем так вот while while переменная ru 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 good 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 создаем ru good и в нее эту переменной присваиваем в нее вкладываем массив который получим с запросом mysql full fetch fetch asus и сюда переменная query good так здесь открываем тело цикла а здесь мы его закрываем так ну и давайте повставляем изменить категорию мы об этом поговорим попозже а вот выбранный товар мы сюда можем вставить делать вставочку PHP и переменная row row выборка из базы данных row good а тут выберем вот это поле выберем вот это вот поле под названием name good так и дальше то же самое там где у нас цена то же самое выберем поле price good для этого в текстовом области текста вот так вставляется текст между тегами текст ария не закрывающимся тегом текст ария а здесь мы пропишем значением value attribute value равняется в кавычки здесь вставка PHP а именно переменная row good и в нем прописываем поле которое выбираем price good так давайте посмотрим что у нас получилось на данном этапе перегружаем ну вот видите подсветился товар теперь по вопросу категория нам надо предусмотреть переброс категорию переброс товара из одной категории в другой для этого нам нужен выпадающий список значит мы вот это вот убираем нет изменить категорию мы не убираем а вот это вот текстовое поле куда мы убираем а вместо него мы прописываем выпадающий список так оно тут у нас есть выпадающий список вот группа флажков группа переключателей список меню ладно напишем так что я тут не сильно понял что оно такое select 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 так select тегами select у нас формируется выпадающий список здесь мы name зададим name name зададим и у него вставим что у нас тут id вернее да id cut вернее будет name 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 категория name cat да нет надо id cat id cat так и теги option которые выводят пункты выпадающего выпадающего меню option вот если мы например поставим там два option посмотрим что у нас выйдет на на монитор то мы увидим что у нас есть выпадающий список из двух пунктов поэтому нам необходимо предусмотреть цикл который выведет все категории и выведет их вот сюда для этого нам нужен цикл раз цикл значит запроса к базе данных давайте вот тут вот сделаем вставку php php и пишем запрос query sql sql пусть он будет кат и в нем напишем select select выберем все из таблицы категория s из таблицы категория s так мы вот выбираем все из вот этой вот таблицы а все у нас два для колонки idcat и namecat вот они оба нам пригодятся для этого мы дальше запускаем запрос вставляем здесь у нас будет sql кат здесь у нас будет query кат кат так и тут пошел цикл while while переменная rowcat rowcat и у нее вкладываем массив msql fetch asos fetch asos и сюда мы вкладываем запрос query cut открываем тело цикла и вот тут мы его давайте закроем php так а здесь в теле цикла мы пропишем так вот тут забыл я поставить вот здесь давайте ставим переменная вставка php здесь переменная rowcat 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 и здесь название категория name cat сохраняем это удаляем посмотрим что у нас получилось перегружаем видите у нас в цикле вывелось все категории из таблицы категории теперь нам надо рассмотреть такой момент нам надо чтобы по умолчанию вот мы например выбираем какой то товар а здесь передавалась та категория которой принадлежит товар в случае необходимости убирается другая категория вот куда мы можем этот товар перебросить иначе по ошибке за невнимательности очень легко перебросить товар и не в те категории которые надо а да и еще вот сюда конечно же мы должны быть сюда должны обязательно вывести значение значение value и ставку PHP ставку PHP делаем здесь переменная row 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 кат кат и вводим поле id кат id кат так давайте посмотрим что у нас тут она вывелось так опять перегружаем там так и посмотрим что у нас тут в коде отразилось оно нет смотрим код ну вот видите значение 1 то есть соответствующая запись из базы данных сюда вот вывелось для того чтобы нам сделать по умолчанию вывод соответствующей категории пропишем здесь такое условие что если не здесь конечно а вот здесь если переменная которую мы получили id категория из товара из таблицы товаров то есть когда мы делали запрос к базе данных мы в том числе получили категорию которая принадлежит данный товар будет соответствовать категории которую мы получили из этой базы данных то в этом случае мы выведем по умолчанию то к чему оно принадлежит ту категорию которая принадлежит товар значит перепишем если row переменная row row good ид кат ид кат ид кат ид кат ид кат ид кат переменной row кат равно полю ид кат полю ид кат ид кат ид кат ид кат то в этом случае мы выводим и данный пункт будет по умолчанию а значит соответствовать атрибуту атрибуту по-моему selected так ну давайте трививер подсказываю чтоб я с правописанием не запутался так selected а если не будет соответствовать то выведутся все остальные пункты так ладно так а еще раз опять разорвем php тут я что-то разрываю ну ладно уже начал а не то php и все то то самое только без selected то есть дальше пошел цикл уже не по умолчанию давайте посмотрим что у нас получилось перегружаем так 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 категория 4 выпадающий список например мы категорию 2 товар категория 2 в общем мы можем поменять эту категорию таким образом мы в случае чего товар можем перебросить из одной категории в другую категорию на этом я этот урок заканчиваю так он затянулся Сергей Кудренко для своего сайта Кудренко.Инфо спасибо за внимание